Сидим в комнате и строим планы. Чешем за ухом Симбернара. И кошечку. Шаня. Где моя Шаня? Шаня уже успеет пришлить? Кошечку тоже за кошечка. У меня кошечка. Фамильярчик. Опять хвататель. Вот, кошечка пришла наша. Хватабельная. Да, хватабельная, но все равно убегательная. Я подозреваю, что их когда поймают, будет читать за ухом. Угу. Вы сидите сейчас в комнате в золотом гоблине. Уже после разговора с Саулом почему-то колдунья и дварв куда-то отлучились. Наверно, не знаю, пошли гулять. Колдунья пошла зажигать. Дварв пошел как обычно. На самом деле все очень просто. Дварв раскладывает травки, колдунья их поджигает, и они вместе получают это запретное удовольствие. Чертовы наркоманы. Кто бы говорил. Что такое? Ну, вообще. Некоманы. Оничтожил бутылку моего абсента. Такая-то у него кожаная броня? Да, кожаная. Там 5% шанс. Я не всегда буду заставлять только в каких-нибудь экстренных ситуациях. Например, ты будешь стоять одна против шедова, и тогда я тебя заставлю бросить процент. Единичка на D20. Нет, это... 5% этого... Это... Да нет, 5% сложнее выбросить, чем единичку на D20. Тоже не сложнее. Теория вероятности. И математическая статистика. Сидите, обсуждаете предложение Саула, и в окошко вашей комнаты камень. Маленький камушек. Знаете, когда кто-то с кем-то хочет поговорить? Я выглядываю. Распахивай Настю шахнул. Выглядываю. Выглядываю. Внизу вы видите вот у чувака замотанного в тряпки. Плащ такой. Когда она выглянула, я стала вообще рядом с окном. Вот так вот там. И все остальные встали вокруг. Опутывание. Подстраховываю. Ты выглянула, у тебя лингвистика прокачана. Знание языков? Да нет вроде. Ну он там жестами что-то показывает. Колдует. Я не понимаю его жестов. А у меня после всех этих крыс и тому подобных закутанных нервы. Какой спас он кидается? Уровень. Нет. Я свой я знаю. Интангл. То есть уровень заклинания. Ну обычный спас, да? Да, да, да. Окей. Значит обычно. Всего 18. Стоп. Нет. Беда. Это не перенуждение. Ой. Не . Да. Поэтому минус единичка. 17. В общем это все происходит. Он ловко выпрыгивает из этого всего. И продолжает там показывать там. Учитывая, что он околдовался, я соизволю подойти посмотреть. На что летаешь? А на что? Пройти. Ничего не говорит? Он не кричит. У меня лингвистика прокачана. Окей. Ну если у кого-то есть лингвистика прокачана, вы не видите. Я лучше раз наколдовала, я собрала подойти посмотреть чужин там. 14 плюс 10. 24. У кого прокачана, вы можете бросить просто, чтобы понять. Сложность понять того, что он говорит. 15 всего. О, я все поняла. Сейчас там пынишь его. Надо пупыриться на этого человека. 21. У меня только сейчас один скил, я могу кинуться. Это же нужно всего один ранг. Я не лингвистика. Могу хорошо с кем кто хочет поговорить. Помечен этот скилл или нет? То есть его можно антрейд использовать по-моему? Что значит, помечен или нет? Лингвистика. А, нет. Кубиком? Не, значит ты просто можешь его понять. Да, просто кубиком. Не, наоборот, в смысле она не может. А, не может. Надо тренировать. Ты не очень хорошо, но в целом понимаешь, что он хочет поговорить с вами. Да, это было загадка. А Оля... Кажется, я разгадал этот шифр. Язык дроу. Язык жестов. То есть ты помнишь, что ты когда изучала эти самые... А давайте поговорим тогда. Ну это интересно. Ну да, я... Давайте еще одно опутывание. Махники пока поднимается. Он... В общем, не получилось у него избежать. То есть он там... Ему очень сложно... Пойдемте... То есть он там не связан с твоими этими самыми? То есть он... Открыть окно не говоря? Я ему жестом показала. Сейчас мы выйдем поговорим. И еще один там... Сейчас выйдем поговорим. Так не уходи. И кирпич сверху тыщет. Только не уходи никуда. Так, стоп. И в ногу тыщет. Беру Сеню и иду говорить. Спас 18. Ну, пока она кидает сон, я уже куда-то потопала вниз. Ааа... Где тут выход? Я против к нему ток. Так, стоять. Я тебя удерживаю. Мы сейчас кинем сон. Ты кидаешь сон от... Да. Ты кидаешь сон от меня. Теперь тащите его сюда. Это вообще как фильм ужасов. Там из земли вылазли всякие те самые лианы. Его опутали. Он лежит. Там такой спит. Я же с Сен-Бернаром. Я с Сен-Бернаром ничего не боюсь. Тащи его к нам. Вот. Сейчас потащим. Тащи его к нам. Вот твои хорошие ноги. Тащи его к нам. Так он не Сен-Бернаром. Закинь-то Сен-Бернарка. Ну... Именно. Я сомневаюсь, что ты закинешь кого-то. Сол, пошли поможешь его притащить. Ну, пойдем. Мы как бы выходим. Ну, в смысле, спускаемся. Чего бы так не поговорить, правда. Ну, другу пришел, понятно, что тут. Поэтому замотан. Ты хороший. Настоящий. Настоящий. Ты кончика ждешь. Этот тоже черненький, да? Ты спустилась вместе с Олкаем. Загрузили его на этого самого. Когда вы его грузили, он проснулся. Смотрит на вас. Что это такое? Я пришел не говорить. Прокращу. Извини, у нас просто... Извини, у нас просто... Девушки нервные. Нервные. Ты не слышишь. Сон. Сон. На всех. Все будет хорошо доставить комфортно. Да, я нервная в последнее время. Ну, ты начинаешь что-то колдовать. Мы ушли за угол в это время. Ну, они двигаются поэтому. Но там уснуло пару насекомых. И мышка. Да, как-то так. Ну, на самом деле, в момент, когда ты, как бы, допровезнесла заклинания, их там уже... Походящий ними служанка из гостиницы. Вот. И мне от вас надо стелс. От тех, кто пошел. Мне надо, чтобы у вас было десяточка. Если у кого... Нет. Нифига, он мне не качанный. Пять! А сколько у тебя? Четырнадцать, по-моему. Не пятнадцать. Просто ты бы ей добросил единичек. В общем, Ян, ты заметил, что один из охранников обратил внимание на то, что там дверь хлопала. А один из охранников чего? Ну, Золотого Боблина. Ну, мало. Ну, мало. Кого хотим, так бы тихаем. Да, нам можно. Да. Надо подойти к ним и сказать, все в порядке. Правильно. Это их работа вообще-то обращать внимание на то, кто припирается. Вы видите, перед собой... Ну, а то он тебя чуть не сбудет. Да. Достаточно поношенного и поюзанного дроу. То есть, он в такой... Когда-то явно это была очень качественная кожаная броня. Но она такая вся почертая. Это была качественная кожа. Но теперь он весь такой поюзанный. Руки у него немножко избиты. То есть, там какая-то коростка на руках. То есть, она обмотана какими-то тряпочками. То есть, он говорит, странно вы общаетесь со своими союзниками. Я хочу продать вам информацию. А на ком можно разговаривать? На ком не? Да. Хорошо разговариваем? С чего мы взяли, что мы союзники? Так что нам нужна какая-то информация. Да. Откуда ты взялся? Нет, так ты рассказывай, а мы решим, сколько стоит твоей информации. Так туда не делаются. Солнышка! Для того, чтобы я начал говорить, мне надо дать 100 золотых монеток. Так а может нам это вообще не интересно? Солнышка! О, вам будет очень интересно. Солнышка! Я вам обещаю. Сейчас. Обещаю. Слушай, ты понимаешь, что когда ты говоришь дроу солнышка, это звучит, не знаю, как кусок гавры, писав щит. Да я твой взвал его убогенький. Ну это менее оскорбительно, чем солнышка. Он же троул, он живет под землей. У него проблемы. А у него оружие есть? Не начнешь говорить, отсюда не выйдешь. А ты его отщупывал? Нет, я смотрю. Нет, ну может кинуть персепшн, но мало дорогих. А он был кинуть персепшн? Конечно, у всех. Все могут кинуть персепшн. 24. У тебя и у тебя плюс 2, потому что вы его там поднимали. Ну да, у него от пола, значит 26. Вам кажется, что что-то у него из сапога торчит. Конечно, у него есть оружие. Понятно, без оружия не так удобно. Хитрым образом у него из ремня тоже как-то очень удобно. Он здесь немножко выпирает. Шило. Не шило. Надо попросить его избавиться от всего этого груза. Так дела не делаются. Я пришел, чтобы поделиться с вами информацией. Не требую с вас сразу много денег. Вы ведете себя как... Я крупкая, славая девушка. Если бы я хотел вас убить, говорит он, засовывает руку вот сюда, застает баночку, говорит, я бы воспользовался вот этим. И кладет на стол. А что это? Он говорит, это очень вкусно говорит. Нужно попробовать. Ну давай. Ты вот просто по виду понимаешь, что если тебя по баночке, это скорее всего яд какой-то. Извесь моего кубка. Можно подойти и посмотреть его там? Можешь подойти и посмотреть. Катя, подойти. Посмотреть. Память отлезнуть. Знание ядов 24. Нет, подожди. Ядов. Яд. Да. Создание ядов. Ну, да. Судя по баночке, тебе ровно единички не хватило, чтобы узнать конкретный яд, но судя по баночке, это какой-то очень сильно действующий яд. Судя по всему, он действует уже просто при контакте с кожей, то есть его не надо даже наносить рану там и так далее. Сам вырил? Да. Да. Серьезно? Не гордись. Окей, сколько хочешь. Кинь сантимотив. Это не мое. Вот для вас я умею. Знать, когда мне врут, нет. Так, сантимотив сделан. А вот. Ну, в общем... Он... Да шармы же не какой-то. Что за информация? Точно сам говорил. Говорит, хорошо, я сразу скажу о ком информация, а вы сами решайте. Вот. Какое-то странное такое двое сантиметров. А-а-а. Они, честно, это... В общем, Говорит, дело в том, что я обладаю некой информацией о том, что Саул предложил вам купить золотой гоп. Откуда? Я не могу этого сказать, потому что источник информации это гораздо более ценный, чем сама информация. И что? Так вот, я вам могу рассказать о настоящей причине, почему Саул хочет его продать. А какая нам разница? Ну... Можешь? Говори. Да и добро. Давайте договоримся так. Если эта информация покажется вам важной, вы мне за нее заплатите еще 500 золотых монет. Если вы решите, что эта информация того не стоит, мы с вами просто попрощаемся и сделаем вид, что я вас не видел, вы меня не видели. А если информация покажется мне не важной, то в качестве компенсации за потраченное время и заклинание на тебя такого уборника я сбираю ед. Смотрит на себя как, не знаю, как на котейку, которая забралась на стол и собралась там продемонстрировать. То есть он... Ну ладно, да, да. Он тоже... Как-то очень странно смотрит. Он не может понять логики. Его проблемы. В общем, нет, я уже прикарманила. Это будет сложно сделать. Ну, я его верчу в ручку. Я всем видом показываю, что не планирую его отдавать. Кстати, повязочка моя. Что? Что? Повязочка моя. Пока ты хорошая на нем. А ты прямо так. Ну, как? Ну, ты... Мы договорились, что тебе надо так немножко... Чуть-чуть пищать. Он даже не увидел. Чуть-чуть напрячь. Зрение свое что-то, да? Без руки. Он все равно повязки. Так что... Судя по всему, вот эта вот шаромыжная одежка, которая на нем одета, она отдает немножко иллюзии. Хитрость какая. И ты можешь кинуть спелкрафт. Сквозь эту иллюзию, ты чувствуешь достаточно сильную ауру. То есть, судя по всему, доспехи у него хорошие и оружие у него неплохое. Судя по всему, яд него... Давайте мы его убьем. Это будет сложно. А можно... Нас много. Надо только сперва прикинуть, как на него этот яд, который он поставил, настал. Но сперва он поставил, нам скажу, что... Да, а что за интерес вам рассказывать нам какую-то информацию? Тоже просто не совсем понятна ваша мотивация. Дело в том, что я нахожусь в конфликте не только с Саулом, но и с его друзьями. Ну это... да. Саул? Как похоже на дроу. В общем, он начинает вещать о том, что... Ты хоть с кем-то не в конфликте? Судя по всему, уже со всеми. Смотрит так на собачку. Наверно с ним не в конфликте. Собачка похожа на него флегматично, да. Флегматично тоже порыкивает. Громко тоже вполне флегматично. В общем, он рассказывает, что... Она учила Under Dark, это интересно. Можете, кстати, не знаю, будете ему верить или нет, но он рассказывает следующую историю. Матрона одного из дроуских домов обратилась к Саулу с предложением. Я думаю, что вы находитесь в Риделпорте уже достаточно долго и кое-что о его истории знаете. О том, что здесь когда-то жили дроу, вы в курсе. Ну, линия точно не знала, да. И, по-моему, линия вам всем рассказывала. Да, линия это хорошо прошла. Я читал. Так вот, оказалось, что на том месте, где Саул построил свой Золотой Гоблин, существует вход в подземелье, в котором раньше был достаточно обширный дворец, принадлежавший Дому Дроу. Саул, как истинный бизнесмен, договорился с Дроу о том, что они имеют проход счета и платят ему определенную сумму денег за это. А он просто не обращает на это внимания. С недавних пор в городе начали происходить странные... Странные. Я думаю, вы заметили, что иногда... Люди. Оружие начинают магнитить к доспехам. Да, да, да. Сложнее сражаться, вот это небо. Да, да, да. Некоторые глупцы считают, что этот Дроу готовит ядерную вундервафлю, которую накроет весь этот триток. Он сказал слово ядерное? Нет, это я... Он сказал слово вундервафлю? Да. Да. Вот. Которая уничтожит не только Риддлпорт, но и навредит всему Гадариону. На самом деле это вранье. Просто Дроу готовит какое-то свое странное заклинание. Из того, что знаю я, вероятнее всего они хотят вернуть свою власть в этом регионе. Восстановить свое королевство. Ну и это у них, видимо, никаким образом сопряжено с тем, чтобы убрать отсюда во людей. Вот. Сенс-мати-диагназ. Два. Сенс-мати-диагназ. Прям правду матку режет. Не Дроу. Все. Дроу хорошие ребята. Они тоже черные. Им можно доверять. 22. Тебе и тебе кажется, что в принципе все, что он говорит, это правда. Но он не договаривает до конца. То есть каждый раз, когда он начинает рассказывать, он чуть-чуть не договаривает. Вот. Так вот. Так вот. Все это не правда. Комета не наша. Вот это вот такие. Их. Это все они. Злобные дроу хотят уничтожить мир кометой. Вундербавки. Я все позаправил. Вот. Саулу это стало не нравиться в последнее время. Чего? Не знаю. Возможно, ему стали меньше платить. Возможно, он захотел, чтобы начали платить больше, но его послали. А такой гордый человек, как Саул, не может стерпеть это. Не может сходить куда послали. Да. Там очень неуютно. Вот. Возможно, поэтому он как-то так и пытается отсюда свалить. Говорит. Я узнал, что он нашел нескольких покупателей, и учитывая то, что не так давно вы примкнули к его команде, возможно, кто-то из вас этот счастливчик, который решил купить. Я должен был предупредить вас о потенциальных проблемах. Вот. Говорит. Как вам эта информация? Да. Хотелось бы уточнить. А зачем нас предупредить, кстати? Ну, просто... Во-первых, ну... ЗАРАБОТАТЬ НА ВАС! Да, да. Но он тоже дролл, правильно? Честно. Да. Вы, типа, там же и населятся. Я так понимаю, вы со своими тоже в конфликте? У нас, как бы... Это дролл. Я против матриархата, говорит. Я сражаюсь за установление мужского, вленственного в домах дролл. Это странный дролл. Вот. Но меня не очень пока поняли и оценили, и всех выгнали. Это уже триста? Это триста. Говорит, но... Говорит, но... Говорит, но... Нас, говорит, много. Нас целых пятнадцать дролл, которые восстанавливают мужское огроменство в домах дролл. Восстанавливают когда-то оно было, да? Да. Я говорю про главенство в домах дролл. Ладно. А вот про комету... В смысле, про планы дролл. А как скоро собираются они реализовать эти планы? К сожалению, эта информация мне недоступна. Я знаю, что они уже пытались это сделать. Месяца хватит. Он назвал вам дату, приблизительно совпадающую с той бурей, которая случилась, когда вы плыли к Ридл Порту. Вот, но говорит, у них что-то не получилось, что-то пошло не так, и несколько мощных жриц погибло. Соответственно, им сейчас надо неким образом восстановить свои силы, и вновь собрать необходимые ингредиенты и так далее. В общем... Месяца хватило. Ну давай лучше пойдём и восстановим московское достоинство ваше. Возможно захватить, связать и писать. А почему все восстановят? Раньше там патриархан был, да? Я не знаю. Нет. Почему восстановят? Не восстановят, а установят тогда вот. Нет, эти хотят восстановить... Знаешь... Восстановить можно то, что было. Нет, Света. Это противно. Для того, чтобы возникла какая-нибудь идея, за которую стоит бороться, нужно верить в то, что это когда-то было. Гораздо проще что-то восстановить, чем установить. В общем, он нам не договаривает. Нужно его... Так вы даже не попытались не поговорить? Ну он же так... Я ему не верю, это дроун. Он ничего хорошего не скажет. Это же дроун. То есть... То есть вот так вот, да? Это же дроун. Расизм там. Совсем не так. Это же дроун. Ян, ян, пеничейнс. Я в этом не уверен сегодня. Я понял, что хотела достать пистолет и выстрелить ему в колено. В колено? Мне должны мы истазовать их. В общем-то... Так... А так мне интересно, месяц пройдет, не пройдет? Месяца хватит, не хватит? Это будет не раньше, чем через месяц. Мы за ним проследим, под королем в темном переулке. Скажи, Кауча, вот что. А если бы мы купили это заведение, тебе бы было от этого лучше или хуже? Не знаю. Возможно, мы с вами могли договориться. О чем? А, ну смотрите, это же как замечательно. Вы получаете, как бы, ключики от входа, которые необходимы моим противникам. Да. Наверняка они ходят в определенное время, определенными группами. Возможно, в один прекрасный день дверка не откроется, когда за ними будут бежать мои люди. И кто-то из этих дров умрет, говорит он, и в глазах его побрескивает такая самодовольная... В общем, предлагаю рассказать. И среди них могут оказаться жрицы, которые колдуют это за страшное заболевание. Это было бы очень замечательно, если бы среди тех, кто в одной прекрасной темной ночью не смог бы зайти в дом, оказалась какая-нибудь жрица дрова. Тут надо признаться, наши интересы совпадают. Ведь, конечно, если это окажется Матроной, это будет вообще замечательно. Она тебя убьет, пустит на фарш. Меня? Нет. Она пустит тебя на фарш своих питаний. Я великий воин. Я был мастером над мечами в этом доме, говорит он. Я очень крут. Блин. Вы можете кинуться из мотив, если вы ему не верите. Не верим. Позинать. 23, 23. Ну, на мастера меча он не тянет. В лучшем случае ножа. Или бритвы, или иголки. У него телосложение такое, значит, не бойца, а такого широныжника. Роги. Да, да, да. Он, судя по всему, вор. Ты, кстати, наверное, в нём своего коллегу и распознаешь. Так, господи, он с Ягом пришёл, кто он ещё может быть? Давайте мы на него попадём. Мы пытаемся его определить. И мы пойдём к мамам. Ты стоишь вот так вот рядом со столом так. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Мне кажется, либо сходить к мамам, снять бабушу информацию и продать его. Что? Пускай режет, господи. Мне кажется, что если дроу ссорятся между собой, нам от этого только лучше. Как насчёт вскладчину туда купить у этого гоблина? Он мог, он может соврать, он может нас подставить. Чё? Это даже интересное предложение. У нас просто не хватает денег на него. Знаете, если это серьёзно, возможно, через подставного человека, который работает на нас. Вы сами представляете, что начнут говорить в городе, если дроу начнут покупать здание, казино, церковь. Так мы же купим. Так вот, с вами в доле будет наш человек. Человек. Я согласен на сумму 50 на 50. То есть половину стоимости. Криш, ты хотела 10 тысяч с собой купить? 5 тысяч выложите. Я вам предлагаю обдумать и быстро-быстро не реагировать на его предложение. Нет, мы пока именно информацию. Просто между собой. Нет, я говорю между собой. Потому что фраза про 5 тысяч, это значит, что вы планируете купить золотого гоблина за 10 тысяч. Хотя все знают, что цена золотого гоблина какая? 20. Надо сказать ему 10. Он же не знает, что Саул хочет вам его продать быстро-быстро и дёшево-дёшево. 10 тысяч вложишь? 20 тысяч вложишь. Наваривать так наваривать. Я говорю, вы обсудите между Саулами. Да, правильно. Ну давайте. Как будто, то есть, вот как будто бы гонитация. Я буду считать, есть ли ухтем 10 тысяч селитров? Если у 15 дроу есть 10 тысяч... Нет, на самом деле это да. Это плохо. Нет, возможно они там сюда. Ты считалочка. 15 дроу и 10 тысяч. Возможно они тоже могут быть нужного. А сказать ему продать там 50 на 50. Взять у него 10 тысяч, купить Саул за 5 тысяч, потом продать ещё за 20 тысяч. Тысячный план. Нормально или нет? Бизнес. Ну в общем он... Он... Не, а чё? А потом уйдём из этого города и пускай там его бомбят, разрушают, там взрывают и что хотят делать. Если бы мы были теми ребятами из Фоллауда, то так бы всё и было. А почему сейчас нет? Ну я только заловаться. Мы добрые. Ну и чё? Ну и чё? А что мы с новым сделаем? Если договор будет отслаблен по принципу, что вы и их этот самый являются в равной степени владителями этого заведения, то да. А мы его не продадим тогда. Да. Оно не будет так, оно будет на нас. Нет, так он... И на человека он хочет ещё? Да. А что за человека? Ну я потом вас с ним познакомлю. Надо знать. Ну там сложнее будет, действительно. И соул сложнее, и вы не продадите потом. Ну нет, пятьсот золотых, так что информация очень клёвая, конечно, и всё такое, но... Как нам с тобой связаться, если что? Скоро-скоро мы такие уже почти партнёры там... Через несколько дней я сам к вам подойду, но если вам нужно будет со мной связаться, повесьте просто на окошке какую-нибудь тряпочку. Какого ты тряпочку предпочитаете? Ммм! Просто тряпочку, а цвет не важно. Мне кажется, если вы будете вешать какую-нибудь специфическую тряпочку, там чёрную или белую, то у вас могут в чём-нибудь поработать. А почему чёрный или белый? Нет, мы специфическую серую повесим. Специфически я закрасываю. Калуфляжную. Красные труселя. Кружевные, да. У кого-то есть, да? Кто-то спалился или... А что? Не проверишь. Мне кажется, она хочет взять тебя на слабо. Тебе кажется... Пусть спалит. Ну, не знаю. Мне кажется, информация всё-таки интересная. У меня нет 500 голды. Я могу ему дать 100 голды. Мне она кажется неинтересной. Он пришёл. Чего ты наговорил? Ну, понятно... Интересная она по-любому являет. Это явно есть, в чём победа. Ты расчистка? Я ничего не понимаю, кстати, он врет или не врет. Я от этого возмущаю на них больше. Ну ладно, тогда... Вот тебе странное слово. Спасибо. Он говорит. Там уже этот русский мужчина, которого даже свои выгнали. Если что, мы тогда повесим тряпочку и свяжемся. Его не выгнали, он гордо сам покинул свои. Это 100 голды? Да, да, да. Я представляю, что моя информация стоит немножко дороже, говорит он. Он говорит, ну ладно. У нас решение покупать и покупать никак не повлияет. Да, наличных у нас больше нету, поэтому... Ваша информация действительно стойкая и я надеюсь, что мы с вами ещё увидимся. Ну нафиг твою информацию. Русский мужчина. Был рад с тобой отправляться. Двери вот там. Я, если позволите, через окно. О господи, ну ради бог хозяин парен. Нормально в этом ходили уже. Чтоб ты ногу сломал. Точно. Там пол почти пробитое, там уже третье окно. Подошёл к окну, запракнул глубже капюшон, подпрыгнул вверх, подтянулся и быстренько-быстренько по крышу куда-то. Ну а это наверх ушло. Читер! А подожди, а там трех даже на здании? Да. Надо то, что как раз. Я же так не повторю. Да-да, попробуй. Ну попробуй. Какая у тебя акробатика? Я думаю, что это ловкость на самом деле. Какая у тебя акробатика? Нет, с акробатикой у меня плохо. Я полагаю, я так-таки могу повторить. У меня акробатики четырнадцать. А следить за ним в земле нельзя, нет? Можешь попробовать. Стас? Пошли кошку за ним. Ой. По крыше. А если её прибьют? Ну тогда сама. Тогда у тебя не будут кошки. Да. Ты же тоже кошка. Можешь послать её далеко, если на тебя будь осторожной. Тоже кошку. Ладно. Кошка на крыше прям никому не удивит. Иди, следи за ним, кошка такая. Иди, следи за ним. Сама и следи. Ты же объяснишь Ане, что я хочу, чтобы она за ним проследила? Ну, наверное. Только она... Ей кажется, что это достаточно опасное мероприятие. Нет, пусть будет осторожной. Она крутит лапку висковую. И просит молока. Вперёд. Две пачки вискоса. Только после вас. Пожалуйста. Ладно. А потом по крыше ты будешь добывать. То с вами вискос. За кошками что вы скидаете? Старус. Инвиз. Спасибо.